Ну, собственно, к первой сессии, к первой теме, на самом деле, такое нестандартное решение поговорить и об искусстве, и о технологиях, и о венчурном бизнесе. На самом деле, как кажется, со стороны есть огромный мир ребят-разработчиков, которые пишут код, они в большинстве случаев далеки от искусства, для них это белый шум, просто что-то происходящее где-то непонятное. И, с другой стороны, есть какие-то арт-ребята, киношники, медийщики, художники, для которых эти парни в очках, которые сидят дома, что-то делают, тоже такая же непонятная субстанция. И уже сейчас есть несколько классных примеров, когда пересечение всех этих двух миров дает нам достаточно уникальные результаты. Может быть, вы слышали просто буквально несколько примеров. Недавно ребята, по-моему, если я правильно помню из Яндекса, взяли нейронную сетку. Помните, была такая группа «Гражданская оборона», то есть вот они взяли текста «Гражданской обороны», загрузили в нейронную сетку, и она нагенерировала, собственно, такие же текста, только какой-то немножко абстрактный. А потом парни взяли и спели. Получилось прикольно, но со смыслом, в общем-то, пока какие-то вопросы остаются. Следующий момент, собственно, использование технологии для создания текста. Можно взять какой-то текст, взять то же самое, но другую уже нейронную сеть, обученную на стихах Пушкина, бросить туда, собственно, какую-то статью, и сетка перепишет статью так, как это мог бы рассказать Пушкин в стихах. То есть тоже достаточно интересный пример. Третий вариант — история, когда машина написала сценарий фильма, она не сняла, просто написала сценарий фильма на основе каких-то других сценариев, и поэтому сценарию сняли реальный фильм. Странное ощущение, в общем, необычно, но тем не менее. Все прекрасно знают проект «Призма», то есть действительно уникальное решение родом из бывшего СССР, которое сейчас является или являлось одним из самых быстро растущих приложений в мире за последние несколько лет. Хочется, собственно, пригласить на сцену коллег, то есть экспертов, с кем хотелось бы поговорить, обсудить, послушать их доклады. Собственно, Алексей Гориславский, исполнительный директор по медиагруппы компании «Рамблер». Алексей Моисеенков, где-то он у нас тут был, а вот он. Это, ребята, «Призма», да, то есть кто не знает, это вот этот человек, ответственный за вот этот фурор, который происходил. Ну и, собственно, у нас есть еще один человек, который почему-то отсюда… А, вот он, Эдуард Мас, директор цифровой лаборатории ТАСС. Коллеги, собственно, вопрос, как я уже, примерно, озвучил, про ваше мнение о том, что происходит, о том, куда все это будет идти. То есть связь культуры и искусства в интернете, медиа, сервисов, аудитории, что потребляют, как потребляют. И давайте мы, наверное, начнем с Алексея Гриславского. Алексей, там надо нажать. Раз, два. Отлично. Еще раз доброе утро всем. Спасибо за приглашение. Я свою миссию понимаю, как задачу какой-то камертон немножко подкрутить со стороны, да, потому что что такое «Рамблер» — это известные вам ленты, газеты «Рамблер», «Лайф Джорнл» и так далее. Это огромная аудитория, которая так или иначе читает или воспринимает в том числе и проблемы, и вопрос культуры. Значит, камертон этот, я понимаю, как. Вот у нас есть аудитория в 40 миллионов человек, которые так или иначе что-то видят в интернете, читают статьи про премьеры, киноспойлер по «Пятницам» и прочие всякие разные другие вещи. На что-то реагирует, а на что-то нет. Вот, собственно, я про это хотел поговорить, потому что мне кажется, что от этого восприятия не очень долгий мост в сторону приложений и других способов довести вопросы искусства до широких масс. Давайте я, наверное, для ускорения времени часть со статистикой пропущу, потому что, если рассказываю, кстати, на примере ленты.ру… Ну, пару слов все-таки интересно, да, то есть в какие миллионы пользователей можно целиться? Ну, понимаете, это все-таки медийная история, целиться можно во всех, кто есть в интернете в целом. Пример, вот коллеги не дадут соврать, пример призмы, собственно, нам об этом говорит. Аудитория ленты достаточно широкая для того, чтобы не сильно интересоваться специфическими вещами, поэтому жанр чистой рецензии на высокохудожественные произведения, он практически не встречает большого интереса. Но сейчас я расскажу про один интересный парадокс, который, я надеюсь, вам будет интересен. Все-таки статистику пропущу, потому что, ну, вот здесь можно посмотреть, что сколько человек примерно приходит каждый день. Так или иначе, 200 тысяч уникальных пользователей каждый день раздел культуры читают. Кино, возвращаясь к тому, что коллеги говорили в самом начале, рулит, это 80% всего трафика и 20% остается примерно на все остальное. Остальное это, в первую очередь, литература, искусство и чуть-чуть там буквально совсем театр и все остальное. Это специфика аудитории. Россия в основном, понятная страна СНГ. Вот кино, литература, музыка, как я и говорил. Мы делаем разные эксперименты с тем, чтобы можно было, прочитав рецензию, что-либо сразу приобрести, например, билет через Рамблер кассу или через Литрес, купить книгу, на которой вы читаете рецензию. Но, опять же, кстати, скажу, что пока это не пользуется большим успехом, это, наверное, наши кривые руки виноваты. Но, в целом, я думаю, что пока интерес от спонтанного чтения к действию, он пока не работает. Мы делаем разные красивые спецпроекты с Пушкинским музеем, с Третьяковкой, с разными другими культурными институциями, которые, на самом деле, как нам кажется, очень даже неплохо читаются. Это, например, спецпроект Кранахов был, Товстоногов, Высоцкий. Каждый из таких проектов набирает 50, 70, 100 тысяч просмотров, что говорит нам о том, что интерес, конечно, к этой всей тематике есть. Журналист Лент.РУ, он зажат между тремя основными, скажем так, ключевыми точками. Не будем, опять же, даваться инфоповоду и все остальное. И теперь самое интересное. Давайте я вам приведу два примера того, как аудитория читает практически одинаковые материалы. Вот два режиссера, вот две премьеры, вот разница в прочтении в 10 раз, да, 30 тысяч и 300 тысяч. Казалось бы, да, что такое? Альма-Довар даже более известен, вроде бы. И даже неизвлекательная картинка, поверьте, работает на всю эту историю. Следующий пример. Разговор четырех умных людей, ну, вы их всех прекрасно знаете, о старости. Казалось бы, при чем здесь культура? Ну, просто люди из этой сферы, действующие герои. Итог. 250 тысяч прочтений, 10 тысяч перепостов в Фейсбуке, дик популярный материал. Опять же вопрос, почему именно он, а не, например, рецензии умного человека на свежий фильм или театральную премьеру и так далее. Еще раз. Последний пример и скажу, на мой взгляд, почему так происходит. Спецпроект про танцовщицу Пину Бауш. Пин Бауш. Казалось бы, кто же ее знает, да, из широкой аудитории Ленты.ру. Дичайшая популярность, 100 тысяч для художественного материала, опубликованного, если дай бог память, в субботу. Это невероятное просто количество, потому что это за сутки. Итак, ответ. На наш взгляд. В чем причина? Пина Бауш подана через тему с бунтарством, с тем, как она отличается и так далее. Разговор о старости, да, они касаются конкретно человека, каждого. Что с тобой будет в старости, как это изменится и так далее. Гаспар Нэй, вопрос о теме секса, любви и всего остального подана через отношение конкретно к человеку. Не просто вообще в высокохудожественном смысле, а и так далее. Вывод наш промежуточный в Ленте.ру и на что мы ориентируемся. Читается, продается и покупается в теме культуры прежде всего то, что адресовано конкретно каждому человеку, то, что конкретно интересно. Когда любые художественные форматы подаются через, простите за кламбур, призму отношения лично к каждому, тогда наступает тот самый момент, когда человек хочет сказать, да, мне это интересно. Сколько угодно можно написать художественных рецензий о высоком, разбирая специфические вопросы, а на широкую аудиторию это работать не будет. Только адресуясь конкретно каждому человеку, эксплуатируя его интерес к себе самому прежде всего, а наш читатель в этих рецензиях и в этих статьях видит себя, свое отражение, свои проблемы, свои вопросы. Тогда будет успех. Собственно, попробую перекинуть мостик. Успех призмы об этом говорит. Человек примеряет художника на себя, на свою фотографию, видит себя в отражении, и именно это и порождает тот самый успех, который мы видим. Вот вкратце все, что я хотел сказать. Спасибо, Алексей. Ну, собственно, про призму, да? Как бы, ребят, поблагодарим спикера. Так, а меня слышно. Класс. Ну, я постараюсь продолжить, потом какое-нибудь вводное слово дам. Мне было интересно послушать, и нас много где приводят пример почему-то, не знаю почему. Что-то вы очень популярны просто. Чуточку. На самом деле, если судить о том, как перекидывается там опыт художника, у нас дело вообще не про художников, и художники здесь это скорее какое-то завлекалово. На самом деле, не так важно. Важно то, что вы можете найти еще один способ самовыражения. Ну, то есть, раньше у вас не было возможности массово, быстренько переделать картиночку в ту, которую вы не могли себе представить. Теперь он есть. Это еще один способ найти, какой-то оригинальный способ того, как вы выражаетесь в Инстаграме. Ну, то есть, у вас есть соцсети, которые позволяют вам загрузить туда какие-то картинки. Картинки существуют двух типов. Ну, на моем опыте, я знаю, люди делают как бы два вида действий. Первое, они хотят самовыражения. Второе, они хотят запомнить что-то. Все, для этого вы делаете фотографии. Других фотографий не бывает. Ну, я не знаю других фотографий. Вот, в принципе. И мы играли на первом типе, когда вы хотите самовыразиться. Ну, вы хотите показать, какие вы крутые, классные, оригинальные. Самый классный случай, из которых, я помню, нам рассказывали, это когда вот я подхожу мимо, вижу бомжа у белорусской, фотку его. Он как он художественный получается. Ну, вот раньше он никому не нравился, было ноль лайков, а теперь у меня 20. Потому что, смотрите, какой он классный. Вот такой вот случай, это и есть сила самовыражения. Потому что вам эта картина как-то нравилась. Вам нравился этот там сюжет, натюрморт, не знаю. А никому больше не нравилось. А тут вы что-то там нашли, и всем понравилось. В общем, на этом мы и играли. А кратко о нас, в общем, не все знают какие-то правильные, наверное, цифры. У нас 70 миллионов пользователей, ну, как 70 миллионов заказчиков, если правильно быть. Недавно статья этих раньше вышла, мы там что-то в топ-10 всему миру. В России столько всего людей в интернете сидят. Да, ну, примерно так. Ну, да, страшная цифра. Странно. Примерно. Хоть по миру размазали, спасибо. Потихонечку, не очень быстро. У нас, на самом деле, ну, мы существуем с июня, компания существует, наверное, с мая изначально. У нас сейчас 8 человек всего. Мы в основном занимаемся технологиями, мы не занимаемся там конечными продуктами в большей части. Хотя конечный продукт у нас вроде бы достаточно успешный. По 10 миллионов на брата. Это… Да, нормально. Вот. Не жалуемся в целом. Мы больше популярны за рубежом, меньше в России. Россия – шестой рынок по распространению. Первый рынок – это Индия. А, нет, первый США, получается, уже, да. Второй – Индия. Потом Индонезия. Потом Китай. Потом Турция. А потом, кажется, уже Россия. Ну, вот какой-то такой топ стран, где мы присутствуем. Что я думаю по поводу стыка, на чем мы выехали. Как бы все думают, что мы выехали на неком искусстве. Знаете, я вам расскажу очень интересную короткую историю. Мы в самом начале, когда запустились в России, пошел этот хайп, все начали постить. В общем, на самом деле мы не делали никакого пиара и маркетинга, но это уже старая история. И у нас был спад. Ну, то есть мы как бы выросли, ну и все. И как-то вот оно все прошло, тихо стало, не особо громко. Мы думали, ну блин, наверное, в мире это никому больше не надо. То есть у нас было очень простое предположение и гипотеза, что в России все заинтересовались таким приложением точно на теме, потому что у нас есть классическая школа образования, которая так или иначе тебе знакомит с российскими художниками. Знаете, группы вводят экскурсии в музеи. Мы думали, что за рубежом такого нет, и поэтому, в общем, там интерес к этому полностью отсутствует. В принципе, ну нет таких людей, не знаю, не нашлись. Ну мы как-то так поникли немного, ну ладно, как бы мы все равно прикольно там, поигрались, поделали. А примерно через две недели, ну то есть где-то в начале июля, там, наверное, на второй неделе июля, вдруг оно полетело за рубежом. И оказалось, что на самом деле вот это предположение о том, что это все летит на художниках, оно не очень верное. Все летит на силе самовыражения, как я говорил в самом начале. И всем все равно, какие там картинки. Мы меняли большую часть обложек, которые внизу, и ничего не, разницы никакой. Людям, в принципе, все равно. Людям все равно намного. Еще один интересный факт, это многие почему-то его недооценивают. Это, так я называю, эффект магии. И фишка заключается в том, что мы, когда в самом начале запускались, мы проводили, нам давали различный фидбэк, первые пользователи. И среди первых пользователей там были достаточно знаменитые люди. Так получилось. И следующий фидбэк. Картинка может делаться мгновенно. Ну, практически мгновенно, за секунду. Ну, там, то есть людям все равно. Там секунда, полсекунды, две секунды. Ну, делается, и все как бы видят результаты. Там постят, не постят, нравится, не нравится. Но если сделать этот процесс чуть дольше, секунд 10, то эффект намного лучше. А отзыв был примерно такой. Ой, а я там увидел, там был Кандинский, он работал чуть дольше, чем работал, в общем, Малевич или кто-то еще. Это так круто, Кандинский сложнее. Вот. Эффект заключается в том, что людям иногда не нужен мгновенный результат, иногда скорость подачи материала и вот этой всей вещи, она вообще никому не нужна, и людям просто нужно подождать. Им нравится момент ожидания. Это много кто эксплуатирует. Если вы посмотрите на большие компании типа Гугла, Фейсбук и прочих, там это очень много где применяется, но не так очевидно. Но за этим стоит последить. Это так, на заметку. Еще я хотел бы, не знаю, наверное, мы больше про международные вещи, и я бы хотел, наверное, короткое слово сказать о том, как вообще российский проект воспринимается за рубежом. Ну, я вам скажу, плохо. Почему? Сейчас я примерно постараюсь быстро объяснить вообще, в чем вот мы стартап там простой такой, не целимся на какие-то там определенные… 70 миллионов этого не целитесь, нечаянно получил. Да, само собой. Фишка в том, что большинство зарубежной тусовки, в частности в долине, ну и везде, оно ориентировано на так называемые знакомые проекты. Ну, это я такой термин себе придумал. Знакомые проекты – это там, где есть А, люди, которых уже знают. Ну, они работали в Фейсбуке, Гугле, Амазоне и т.д. и т.п. Можете перечислять дальше, там топ больших 10 компаний. Там есть и основатели, это обычно люди, которые оттуда. К ним доверие сразу повышается. Второе – это люди, которые уже до этого сделали 3-4 проекта, и вот у них там что-то там попроваливалось, они чего-то попродавали, не попродавали, закрыли, не закрыли, и вот они сделают что-то новое. А если вы просто с горы какие-то чуваки из Москвы, ну, все очень-очень сложно. И в основном с тобой общаются только потому, что ты, ну, действительно выстрелил. Ну, то есть, там сложно отрицать, поэтому, в общем-то. И это очень плохой факт. То есть, вам будет тяжело, потому что к вам отношение будет совершенно другое. К вам, у вас не будет жевого интереса к вам. Это такое. Я был во всех фондах Долины, ну, в буквальном смысле. Там есть такая улица, Сент-Хилл-Роуд, вот там есть все. Вот я со всеми пообщался. Я, в принципе, в курсе, как оно выглядит. Если вы смотрели сериал «Силиконовая долина», вы можете сравнить нас с ними. Очень похоже. Все прям один в один. Ты немножко похож на главного героя, но самое малое. Ну, только у меня девушка вроде была. У него тоже, наверное, будет. Да? А, ну, блин. Когда-нибудь. Ну, там третий сезон там вроде не было. Вот. А так, в принципе, все очень похоже. Развитие вот того, как там происходит, я вам, это прям, кому интересно, посмотрите. Конечно, утрировано, но, правда, рядом и близко. Вот. У меня так особо много чего могу рассказать. Я могу рассказывать часами. Смотри. На самом деле, я думаю, что всем интересно, как… А можно я приведу на секундочку? Я просто вот воспользуюсь правым. Я хотел бы обратиться к Алексею. Он недооценивает свой вклад в развитие искусства мира. Я сейчас объясню, почему. Правда, это совершенно не шутка. Вот, Кирилл, когда мы открывали, говорил о том, что технологии двигали искусство. Вот, ну, известный факт, что в начале 20 века изобретение других красок, да, как бы двинуло сразу целые плеяды других жанров, да, импрессионизм, значит, просто появились другие химические краски, другие цвета появились. Алексей сделал совершенно обратную историю. Больше всего его, это не надо пугаться, ненавидят художники. И когда вот я, например, был абсолютным фанатом «Призма», я из тех людей, которые всюду постил, говорил, что все, вот пришел новый мир, то все, пятое, десятое. Такие же там топ-блогеры мне писали ха-ха-ха, ну и где твоя «Призма», да, ты так ее хвалил. Но я понимал, о чем идет речь. Ведь сегодняшнее поколение, приходя в музей, говорит, так это «Призма», и вот «Призма», и вот «Призма». То есть, если художники, ну, будем так говорить, решили схалявить, то, в общем, то, что сделала «Призма», они сейчас и рисуют. А теперь уже это не нарисуешь, потому что это для всех «Призма» висит. И Алексей своим приложением, за что я ему сильно благодарен, заставил весь рынок замереть, правильно, Коля, я говорю? И думать, что, собственно, дальше делать, потому что, чтобы бедный зритель не сказал, что он здесь выпендривается, это я так тоже могу, только у себя и распечататься. Поэтому, Леша, спасибо вам большое. Спасибо, Иван. Ну, на самом деле, да, можно действительно взять и распечатать. Там, по-моему, 3000 рублей, и получается как настоящее, похоже. Ну, смотри, я немножко про технологии. Мне вот страшно интересно. То есть, у нас вот есть там какие-то огромные коллективы разработчиков. Там через Free прошло больше 50 тысяч разных команд. То есть, только за этот год у нас, по-моему, порядка 8 тысяч планируется. То есть, прям огромное количество людей. Мы стараемся им всем так или иначе помогать. То есть, у тебя получилось. Со стороны кажется, ой, прикольно, взяли нейронную сетку, которая когда-то уже там давно была. Пару лет, по-моему, она висит на GitHub. Ну, какая-то такая что-то, нейроарт, что-то так называется. Фигак запустил, и все поехало. Ну, просто подскажи, как вот фигак, не фигак, и, наверное, может, что-то еще надо сделать, чтобы получилось. Ну, в общем, если брать изначальную историю. Когда мы начинали, там, в мае, примерно, когда были первые прототипы, того варианта, про который все говорят на GitHub, если с технической точки зрения он немного медленный, ну, такой 10-секундный в лучшем случае, и это вас накроет при миллионе пользователей в день. Ну, накроет в прямом смысле, потому что вам это будет стоить пару-тройку миллионов долларов. В день? В месяц. Много? Много, да. Я думаю, что вряд ли захочет стартап брать такое решение и говорить, что, ага, вот, я взял на GitHub и поехал. Ну, вот, вы возьмете на GitHub и поедете. Ну, скорее всего, поедете через несколько дней, вы просто скажете, я больше не буду это поддерживать, потому что это просто очень дорого. Я уже квартиру продал, да, как бы, ребят, где мои миллиарды? Да, а на этом еще сложно заработать, но это уже совершенно другой вопрос. И вся задача, собственно, наша состояла в том, чтобы это просто ускорить. Ну, ускорение заключается в том, что там, да, там некое, не то что новшество, но есть некая оптимизация всего этого, всей этой истории, и она заключается, ну, там, увеличивается скорость там в тысячу раз. И, ну, когда ты увеличиваешь это в тысячу раз, оно стоится там за доли секунды, и это уже становится, в принципе, ну, каким-то там промышленным решением. Сейчас даже это решение уже выложено. Ну, то есть никто не говорит, и есть очень прекрасная мысль, чего я хочу всем донести, вообще всем стартайперам, все, кто, кстати, ходит в свое приложение и думает, что у него уникальное решение, софта уникального не бывает. Бывают уникальные железные решения, хардвейр, бывает ваша какая-то особая идея в плане маркетинга, но там комьюнити может быть, то, кто вокруг вас, уникальное. Но софт уникальным не бывает. Это то, что я понял на 100%. Все можно повторить. Причем другими людьми за меньший срок и в лучшем качестве. Я бы не стал утверждать. И вообще, и это большая проблема, на самом деле, многих, я считаю, фондов, которые думают, что к ним приходят ребята, у которых есть уникальное решение. Не приходят. Мы не думаем. Еще раз, 50 тысяч проектов. Мы не думаем так. Смотри, а такой вопрос. Вот сейчас у тебя призма как-то продолжает расти. То есть ты, наверное, уже очень богатый стартапер-олигарх или только начинающий стартапер-олигарх. Ты вот расскажи, как вообще это все монетизировать-то дальше? Ну, по поводу денег. Здесь, на самом деле, я бы не сказал, что мы стартаперы-олигархи. Просто нас мало. Ты просто прячешь? Да, прячу, да. Вот там вот лежит. Покажи. Знаешь, так как ключи от квартиры, где деньги лежат. На самом деле, есть такая история, что мы изначально брали модель монетизации, но самую очевидную, как у Snapchat. То есть мы продавали некие фильтры брендам. То есть нам продают ленцы. Ну, то, что называется. Очень популярная сейчас история. Они на этом очень-очень-очень много зарабатывают. Потому что очень много у этого шеринга, так называемого. Ну, то есть люди этим делятся. И мое мнение относительно вообще рекламы в будущем, вообще всей в интернете, что формат взаимодействия поменяется. Ну, то есть сейчас рекламу для вас создает сам бренд. Ну, вы заходите в Facebook, ВКонтакте, или неважно, где в YouTube, вы увидите ролик. Ролик делает бренд в продакшн-студии. Ну, и там полный цикл кому как. Или там есть реклама, там есть креатив, есть рекламный отдел, они туда его загружают. Ну, и понеслась. У меня другое мнение. Мне кажется, что это вообще мертвая такая ниша. Есть вещь, то, что делает Snapchat с миром, он заставляет людей за бренд создавать контент. Ну, то есть, я не знаю, там самая знаменитая у них компания была, атака Белл, где вот на голову вешалась такая огромная шаурма, как я называю, и все делились этой маской с другими людьми. Но вы понимаете, что вместо бренда с вами делится сам человек. Это прикольно, и вы это воспринимаете намного лучше. Для вас это не выглядит чужим. Вот если вы листаете ленту Facebook, вот просто вниз, вы сразу видите, где реклама, а где посты ваших друзей. Правда? Какая бы реклама, как бы она не мимикрировала под ваш контент, какая бы классный алгоритм Facebook не был, как бы он челка к вам не таргетировался, все равно вот это реклама, а вот это там посты моих друзей. Но, согласитесь, мир будет совершенно другим, если реклама будет реальности постами ваших друзей. Можно, вклинюсь, это тот самый художественный натив. Про натив все говорят. Это художественный натив, по сути дела. Возвращаясь к теме дня, потому что так и было на голове. Да, это тот контент, которым все с удовольствием поделятся, и он не вызывает аллергии. Совершенно справедливо. Натив, я хотел это слово внести, потому что оно важное для индустрии. Ну, терминами не обладаю, я только пониманием. Алексей, спасибо тебе большое. Я думаю, что нам надо поговорить с Эрисом Эдуардом. У него есть свое мнение. Ну, я надеюсь, он так говорил насчет всего происходящего. Да, здравствуйте, еще раз. Ну, кстати, вот то, что касается нативной рекламы, я здесь соглашусь, безусловно. Мне кажется, что в течение двух-трех лет большая часть рекламы должна стать нативной. Но я хотел рассказать немного о другом. Скажешь пару слов про ТАСС, просто про цифровую лабораторию, чтобы коллеги понимали. Ну, да, я представляю цифровую лабораторию ТАСС и еще являюсь заместителем IT-директора по инновациям в агентстве. То есть, несмотря на то, что мы информационное агентство и занимаемся контентом, поставляем его, наверное, всем СМИ на российском рынке, я сфокусирован в большей степени именно на новых технологиях, на экспериментальных технологиях, то есть на тех технологиях, которые в ближайшие 3-5 лет должны стать ключевыми и, на наш взгляд, поменять медиарынок либо как-то на него повлиять. Ну, вот если в целом, да. Ну, то есть мы достаточно много всего делаем. Это большое количество специальных проектов. VR-технологии используем. Вот недавно на Миксаре, кстати, если кто-то видел и был там, мы делали вселенную новостей ТАСС. То есть это такое пространство, в которое люди могли погрузиться с помощью устройства HTC Vive и в виртуальном мире посмотреть новости. На таком скейте, похожем из фильма «Машина времени» полетать среди этого пространства. И они поступали в этот мир в реальном времени. С наших лент новостей. То есть люди реально были внутри погружены во все это. Мы активно анализируем и работаем в области анализа данных, машинного обучения. Причем машинное обучение, наверное, для нас сейчас такая самая долгая и длинная тема. А с данными и с VR-ом там чуть больше. Ну вот дальше немного презентация, значит, давайте расскажу. Ну, такой тезис, 5 минут было, поэтому моя презентация будет достаточно короткая. Я думаю, что технологии на данный момент, они меняются намного быстрее, чем люди успевают их осваивать. Мало того, эта проблема еще больше касается компаний. То есть компании, особенно крупные холдинги, медиа не исключение, не успевают внедрить какую-то технологию. То есть к моменту, когда она внедряется внутрь, фактически она устаревает. Для медиа это особенно важно, потому что мы работаем с аудиторией, и аудитория быстрее, как частный потребитель, намного быстрее меняет свои паттерны. При этом при всем мы все-таки сфокусированы на трех направлениях, о которых я только что ранее сказал. Это, соответственно, VR, ER, датамайнинг и машинное обучение. Нам кажется, я считаю, что именно эти три направления, они окажут наибольшее влияние на медиа и на арт и современное искусство в том числе. И вот, кстати, призма на самом деле этому очень хороший пример. То есть, наверное, как отличный пример машинного… Да, то есть вы машинное обучение не используете. Ну, отлично. Это, наверное, вопрос терминологии, но здорово. Я с вами прям отдельно поговорил по итогам. Как вы это делаете, может быть, что-то предложите. Эдуард, наверное, хочет построить конвейер производства призм, и у нее есть все необходимое для этого. Если призма есть на GitHub, то я вообще уже в классическом виде не вижу проблем построить конвейер. Вот, медиа-бизнес, как любой бизнес, находится в процессе трансформации. Но, как я сказал ранее, мы на самом деле вынуждены меняться даже еще быстрее, несмотря на то, что достаточно консервативно. То есть социальные медиа, носимые устройства, интерактивные поверхности, которых на самом деле на данный момент немного, но я думаю, что в течение 5-10 лет эти вещи должны прийти в наш мир. Виртуальная реальность, растущий объем данных. Они формируют все-таки совершенно новые модели потребления у поколения, которые там на Западе и у нас называют поколением Z. Безусловно, это отдельная очень большая тема, и те же снэпчаты и так далее. Но потребление совершенно другое, и это необходимо постоянно мониторить, иначе мы просто теряем аудиторию. То, что касается искусства. Мне кажется, что те технологии, о которых я говорил, и в целом доступность технологий, они способствуют развитию новых форм в искусстве. Примеры интерактивного арта, диджитал арта, и веб-арта, они достаточно давно применялись, но именно сейчас я ожидаю и хотелось бы на самом деле, чтобы таких проектов становилось больше. Потому что, на мой взгляд, большие данные и возможность использовать реальные данные в инсталляциях, в тех же перформансах, в любой форме интерактивного искусства, оно позволяет делать по-настоящему какое-то живое произведение. Мало того, что вы можете наблюдателя, зрителя сделать частью этого произведения. Мне кажется, что на самом деле это очень важно, здорово, классно, и хотелось бы, чтобы этого было намного больше. При этом при всем, сможет ли машина по-настоящему заменить художника. И мы вот немного с тобой, в частности, об этом поспорили накануне. Мне кажется, что все-таки нет. Вне зависимости от того, сколько будет нейронных сетей, будет ли призма, которая ничего из перечисленных мной технологий не использовала. Но что-то живое, вот эту магию, о которой мы говорили, мне кажется, ее пока способен дать только человек, и об этом достаточно интересно разговаривать, но не очень просто. Потому что это где-то там за пределами, наверное, чистой математики. Ну, это лично мое мнение, да, вот как-то так. А вообще, в целом, если, ну, мой спич, он такой не очень длинный, но заканчивая, на самом деле, мне кажется, что медиа, технологии и искусство это такие три достаточно важные вещи, которые могут быть синергией с друг другом и развивать друг друга. Причем, когда я здесь говорю о медиа, я говорю о медиа-бизнесе. То есть, в первую очередь, о медиа-бизнесе, потому что медиа-бизнес имеет проблемы, на данный момент имеет проблемы с двух сторон. То есть, с одной стороны, мы вынуждены внедрять новые технологии, следить за ними, с другой стороны, медиа – это бизнес, в котором очень большая творческая составляющая. И мы вынуждены искать новые креативы, и все еще нуждаемся в людях, в творческой профессии, в редакторах, да, там, билд-редакторах, художниках. Именно поэтому медиа, она в некотором смысле ставит вопрос сразу в две отрасли. С одной стороны, она обращается к творческим людям и говорит, давайте искать новую форму, с другой стороны, пытается найти эти технологии. Вот очень хотелось бы, и я верю в это, что не только технологии станут драйверами искусства, как уже сегодня было сказано, но и искусство будет задавать новые стандарты для развития технологий и медиа-бизнеса в целом. Ну вот, у меня, наверное, все. Спасибо. Смотри, сорвал аплодисмент. Смотри, на самом деле, я согласен здесь вот с Иваном Демидовым, что сейчас технологии создали такую ситуацию, что художники вынуждены искать новые ниши. То есть это немножко даже как-то синергетично с тем, что у нас сделал директор акселератора Дмитрий Калаев. То есть его сегодня нет, но, тем не менее, можно провести параллельно, говорить, что, слушайте, вам всегда нужно быть просто на шаг впереди. То есть постоянно на шаг впереди. И вот технологии — это тот паровоз, который заставляет двигаться дальше. И этот паровоз, как раньше, в общем-то, стал новым методом передвижения. И технологии делают искусство ближе к нам и значительно проще в потреблении. Вот у меня буквально летом была ситуация, я был в отпуске. Мы пошли в музей, и вместо там какого-то аудиогида там раздавали какие-то Samsung Galaxy с дополненной реальностью. Я долго думал, зачем, почему, оказалось, там просто почему-то инструкции не было, что когда ты, собственно, приходишь в музей, ты берешь этот Galaxy, и тебе говорят, а теперь вот туда наведи. И там показывают, как в старине реально действующие элементы вот этого дома, где мы были, работали, как ходили люди. То есть, собственно, аудио совместно с дополненной реальностью позволяло глубже погрузиться. То есть это уже не тот аудиогид, который просто в ухо вам что-то говорит, вы это еще и видите. То есть тематики дополненной реальности, виртуальной реальности, судя по ощущениям, это завтрашний день. Уже сейчас есть примеры использования этих технологий для бизнеса. То есть, например, одна из, как я помню, российских компаний является одним из лидеров разработки 3D-фильмов и 3D-игр. Может, многие не знают, но сейчас вот Oculus Rift, там решение от HTC, это настоящий срыв головы. Вот вы одеваете вот эту штуку, и в реальной жизни перед вами просто доска, вы где-нибудь в гараже, в офисе перед вами доска, просто по ней надо пройти, а там дальше лежит плюшевая игрушка. То есть кажется вроде ничего такого. Когда вы одеваете вот этот Oculus, вы стоите на вершине МГУ, доска, соответственно, туда, вы смотрите вниз, вверх, вправо, влево, страшно, реально страшно. Там еще наушники, звук есть. И когда вот вам надо пройти вот эти жалкие два метра, это безумные переживания. А еще надо наклониться и взять игрушку, которая там, это кошечка, да, то есть какое-то животное. Это безумно страшно. То, что вот Эдуард говорит, что виртуальная реальность будет использована в медиа, это очень интересно. Ты сейчас как бы сразу о нескольких вещах сказал одновременно. То есть вначале ты сказал о том, что как бы есть диджитал для классического арта, для музеев и так далее. И, безусловно, новые технологии, они меняют там разные сферы бизнеса, да. И музеи не будут от этого отставать. Это здорово, классный, действительный VR, наверное, и видео 360. И опять же, возможность попасть в любой музей мира, и посмотреть его видео из дома, видео 360. Все это, наверное, будет. А вторая история, это все-таки, наверное, ближе к тому, что при помощи технологии ты даешь возможность пережить некоторый новый опыт для человека, который он без этих технологий пережить не мог. Это вот скорее про это МГУ, про эту плюшевую игрушку. Да, я видел эту историю, о которой ты говоришь. Она действительно там, ну, завораживает. И говорят, что люди там, в общем, в странном состоянии. Ты еще симулятор Супермена не видел. Одно дело, ты стоишь на МГУ, другой стороны, ты летишь вниз потом. Да, 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 это круто. Но вот в некотором смысле это же был, по-моему, не арт-инсталляция какая-то. Это такое развлечение. В некотором смысле, не знаю, квест какой-то, да. Но настолько подробно вот это сделать, это все-таки... Хочется, чтобы больше появлялось таких вещей именно в искусстве. То есть, как бы, почему там, не знаю, там, не взять и не сделать там перформанс в течение недели или двух недель в таком же помещении, не транслировать его в видео 360, дать возможность людям побыть внутри этого переживания. Почему мы, ну, в России, по крайней мере, не видим до сих пор там примеров VR-театра, либо театра с дополненной реальностью. То есть, ну, мне хочется, и я жду вот, ну, такого рода вещей. То есть, как бы, если, кстати, кто-то здесь есть, кто хочет такие вещи делать, я готов, рад и очень хочу про это разговаривать. Ну, это очень интересно. Просто, ну, вот, если мы говорим о каком-то будущем, мне кажется, планку надо ставить, ну, там, выше-выше. То есть, как бы, и именно, смотрите, вот сейчас в VR-е и Аре, если отдельно про эту часть говорить, там есть такая история про то, что все как бы одели эту штуку, попробовали, а второй раз не возвращаются. Вот мы здесь там с тем же Калаевым про это много раз разговаривали, да, на том же Миксаре. Почему не возвращаются? Потому что, как бы, нет, устройства стали уже очень доступными, я говорю, как минимум, про картборды, да, а контента нет. Причем не просто контента нет, а нет контента, который ты можешь пережить только в этом устройстве. То есть чего-то необычного. И мне кажется, что как раз люди искусства и люди, способные создавать какие-то произведения, могут и должны, наверное, искать эту форму. То есть, ну, это было бы классно. Я бы, ну, VR-театр посмотрел. Я тебя со всех сторон поддерживаю. На сцене мы уже даже немножко выехали за время нашей секции. И, мне кажется, дальше правильно позвать Анну. И она нам как раз расскажет про то, как вообще технологии могут оказаться на службе у искусства, и чем они очень могут быть полезны, и что там будет. Спасибо вам большое, коллеги. Спасибо аудитории. Спасибо.